всем привет меня зовут марина и я рад вас приветствовать на своем рукодельном канале милый сад а сегодняшний видел будет про покупки и не просто покупки а про покупки милхилл так что всех меломанов приглашаю к просмотру посмотреть мой пакет милхилл который мне пришел сразу скажу заказывала все наборы вышивальном калейдоскопе заказывала частями то есть когда вышли какие-то новинки я их заказала потом старинки заказала ну в общем потихонечку меня набралась такая не хиленькая посылочка и поэтому милхилла будет много я вам расскажу впечатление об этих сюжетах и о том вообще для чего и как я заказывала ну давайте устраивайтесь поудобнее и берите вышивку желательно милхилл давайте вместе смотреть и радоваться итак первый сюжет который я себе взяла так публикуем да ну не страшно я сейчас буду как-то вот так под наклоном наверно вам показывать это country fair не знаю как это переводится не буду сейчас коверкать слова как-то очень наверное деревенская какая-то тема возможно так вот не подумал я про то что будет бликовать такого освещения сделала небольшой апгрейд своей конструкции кстати меня тут немножко даже видно и значит перед вами вот этот вот деревенский сюжет с чудесным ковриком патчворк с пирогом от которого идет приятный аромат баночки варенья и первое место наверное тут дали хозяйки за ее уют да уютные какие-то идем занятия чем она занимается сюжет я уже вышивала и дарила своей подружки рукодельной маша оформляла в шкатулочку и дарила на день рождения этот сюжет но конечно сейчас вам картинку вставлю мне он нравился очень сильно самой я всегда хотела вышить его для себя поэтому откладывала откладывала но потом все-таки решилась и заказала его себе так давайте посмотрим что же там у меня не хрюшка у нее а коровка потому что тогда мне как тот хрюшка не понравился мне сейчас не очень нравится вот что хрюшка там ничего против них не имею но вот как-то вот не очень мне как-то хотелось эту хрюшку поэтому заменила ей на коровку которую мне делал девочка с полимерной глины очень много бисера прям много и конечно очень красивые ниточки номер сюжет я думаю вы видите и если что все знают где это найти да и где это искать и как записать этот номер общем вот такой замечательный сюжет буду его вышивать для себя следующий малюсенький сюжет вот этот это бидончик с цветами для меня вот эти все старые бидончики и старые вазочки какие-то вы даже не представляете что я собираю начиная от старых ведер мисок у меня есть и пила ржавые и в саду и цепи и замочки и утюги в общем чего у меня там только нет мне очень нравится эта тема какая-то такая деревенская и таких забытых старых вещей в огороде поэтому в общем вот этот вот бидон старый из-под молока который теперь как базочка для цветов знаете какой красивый шармик малюсенький такой цветочек вот он вот мне очень-очень нравится и конечно я его давно хотел взять чего-то он там не попадался или в три штучки я не укладывалась и не знаю мне кажется я сейчас сделаю двое два потому что вот надо было либо два либо ничего опять такой молочный бидон дальше что дальше дальше у меня вот такая птичка весенняя птичка блюберт это наверное как-то переводится название этой птички но сейчас брать не буду посмотрите какие красивые тут мали вы у забора или у какой-то такой опоры и птичка сидит на самом краю этот сюжет прямо из моего сада потому что у меня часто птички садятся на опоры рассматривают что-то ловит там каких-то червячков жучков то есть я вижу этот сюжет прямо из своего сада конечно таких красивых птичек ко мне не прилетала но на эти были и зарянки синички и дятлы общем такие всякие интересные птички не были так здесь очень очень красивая бабочка мне попалась смотрите какая тем повезло мне но чуть-чуть вот здесь смазанную не страшно ручная работа много ниточек тут очень много бисера я не знаю надо смотреть спрятался вот красивый сюжет сначала думала основа здесь желтая на самом деле основа здесь белая зашивается просто все желтым вот этот фон весь желтый зашивается следующий сюжет который я себе отхватила вот этот вот ангел прекрасный в отшиве он просто бесподобный ангел с кардиналом я видела девушка вышивала вот всю серию этих ангелов и так как у меня мама очень любит ангела и фигурки елочные игрушки и вообще все такое атрибутику с ангела с ангелами поэтому я конечно и взяла и буду стараться успеть и вышить к новому году есть еще видите ангел с фонариком но я его уже не взяла ну просто все купить невозможно но взяла вот ангела он в этом зеленом платье просто бесподобен в группе девочки делились показывали очень очень красивый прямо знаете такой нарядный торжественный прям для елочки ну или под елочку будет очень красиво смотреться это серия по сюжетам джим шор ну все вы наверное уже знаете джим шор это художник который разрабатывает красивые дизайны такой определенной своей стилистики где очень много почерка и вот из этих лоскутков бывает и одежда и разные там вещи все это джим шор очень любит и вот мелхил регулярно выпускает сюжеты с его фигурками так следующий сюжет этого такой мишка мишка на каное да тоже мне очень понравился сюжет а знаете чем больше всего тем что мишка путешествует в ночи мишка путешественник в ночи у него здесь луна такая хорошенькая фонарик каной очень красивый смотрите с каким узорчиком и он наверное плывет по какой-то реке и мечтает о дальних странствиях куда-то он поплыл замечательный сюжет здесь луна это коробочки ну это как раз вот из серии где вот этот бидончик хорошая серия весенние было дальше следующий сюжет который я взяла себе это давнишние тоже хочу шка это веночек гортензии видела девочки отшивали на основе на ткани и на бумаге он везде потрясающий везде вот нет такого что вот и на ткани он красивую бумаги он всегда красивый потому что сам венок сами вот эти гортензии вот эти мелкие какие-то тут травинки конечно цвета тут и вот этот розовый бант украшающий сам вот этот вот веночек потрясающий сюжет очень нежный красивый такой воздушный вот эти ленточки развиваются по ветру да мне очень нравятся вот эти вот маленькие какие-то не знаю что это такое веточки тоже очень очень красивые и тут тоже маленький бантик наверно или бабочка ну вот бабочка переделанные в какой-то бантик потому что все равно основа это очень похоже как вот делают эти бабочки бисера тоже мелкого как много вот все-таки старый сюжет они богаты бисером не буду сейчас рассуждать что лучше что хуже время идет ничто не стоит на месте никогда не будет так как было и никогда мы ничего не сможем поменять так мы как мы хотим поэтому не буду про это говорить очень красивые нитки замечательный сюжет следующий сюжет это птички опять птичка это у нас блюджей не знаю как эта птичка переводится тоже надо посмотреть вам напишу обрадовалась очень когда этот сюжет тоже вышел потому что мало таких вот птичек именно натуральных натуралистичных да очень люблю такие сюжеты на ветке еловой какой-то она сидит и смотрите как они достал снежинка головой кошмар вот это вот правда что тяп-ляп мне такое ощущение как бы знаете вот сама заготовка потом просто каким-то штампом так вот прям прижали и вот ну как отпечаталась так отпечатать никто это не рисовал потому что это больше похоже на штамп просто мимо промахнулись немножко так получилось нитки какие то что красивые переходы в писер тут вот она такая должна быть снежинками опа яркая такая коляк-маляк какой-то в общем дальше 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 я взяла себе вот эти вот замочки я вышила вот этот сюжет с климатисом у меня вышит ключик и как если вышит ключик с климатисом как же может быть не вышит замочек с климатисом тоже он на такой же основе ярко идет вы видите на салатовый эти же почти цвета не так ты не почти наверное эти же и это вот такой красивый весенний античный замок смотрите бабочка красивая желтенькая там нет не помню было там бабочку нет и второй такой же осенний ключ осенний я еще не вышивала но замочек ему уже подобрала тут тоже дубовые веточки ягодки какие-то замок сам очень красивый да это такой золотой этот как чугунный такой он за может быть и вот такие вот тут яркие осенние нитки дальше я взяла конечно же дедушек морозов что мне тут понравился это значит что у этих дед морозов много друзей вокруг наверное мы смотрели все советские мультфильмы и помним что дед мороз всегда дружит со множеством разных животных которые живут в лесу этой птички белочки зайчики и это вот наверное что-то из детства то есть у этого дед мороза белочка вот на санях здесь маленькая птичка он везет елочку на ему помогает а здесь у нас зайчик и птичка тоже на елочки видите какие шарфики какие-то тулупчики варежки классные вообще просто взяла бы всех не могу взять всех сразу вот такие красивые ниточки основа классический этот коричневый цвет у чем очень они очень-очень красиво есть еще в такой видите дед мороз вот которого я пропустила это вот он с елочкой и на нее сидит кардинальчик морозы следующий сюжет но это вообще то что я очень-очень хотела это конечно новинки вот эти гномы ну это вообще джим шор конечно фигурки я вам сейчас вставлю фотографии вот эти гнома фигурки у него просто потрясающе такие красивые такие нарядные а летние какие девчонки с лейками с там с букетиками с веночками летний вообще таких красивых оттенков нежных и конечно новогодние вот эти вот гномы как можно было их пропустить это гном с веночком гном с веточкой смотрите как у него красивый белый колпак дальше гном с елкой ярко с гирляндой какая гирлянда тут вы только поглядите и цвета какие бисера вот этот лиловый цвет вообще и с подарками все смотрите вот два красных колпаках один зеленым это тоже в зеленом до получается два в зеленых два красных и вот этот самый красавчик в белом таки девочки уже в группе показывали мелхилл и компания показывали как начали вышивать их эти гномы и конечно как они получаются они великолепные просто великолепные давайте посмотрим тут большой размер бумаги это не магниты это девочки полноценный такой сюжет как вот у дед морозов там у снеговиков вы знаете то есть это большой такой мелхилл вот такой бисер ниточки замечать получается у меня есть 7 здесь тоже бисера немного но я думаю его здесь и в сюжете наверное не так много то это лиловит это бисерочек россии этот вот красавцы общем у меня есть вся эта серия буду вышивать и делать из них гирлянду сначала вышить а потом уже придумать что с ними сделать вот получается на 3 колпачки все разные видите желтый красный зеленый ну разные вот вот эти вот них кантовочки колпачков и вот это белый красавчик и это все оставляете вот это все что мне пришло что я хотела вам показать как вам нравится мои покупки буду ждать в комментариях немножко мне завидуете наверно да да я знаю у вас у самих там запасов целый короба посмотришь там девчонок ой столько вообще красоты столько вышивают молодцы сейчас у меня немножко затишье с мелхиллом и конечно же я себе купила рамку неокрафт девочка мне ее привезла с выставки сейчас вам покажу ее вот она крафт она взяла и на выставке сейчас но они были на велпрессе была такая цена не маленькая сейчас они там подешевели так что если вам нужно берите и буду ее тоже пробовать эту рамочку вставлять какого-то дед мороза красивого сюда и вышивать так ну на этом все я вам все все сюжеты показала все что купила все долгожданные мои новиночки которые я кстати ко мне из германии дошло за 10 дней это посылка вот так вот буду начинать вышивать и вам обязательно показывать а также приглашаю вас в группу мелхилла компании которые есть в контакте ссылочку я вам оставлю всем участникам которые там уже есть всем девчонкам передаю большой привет девочки и приглашаю вас в сп который сейчас называется милая осень и зима 23 вышивать зимние осенние сюжеты у нас там очень красивый альбом с процессами с финишами со стартами в общем всех 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 зову в эту компанию мелхилла его компания ждет вас до новых встреч пока